Отдыхающих много. Это как раз тот результат, который курорту нужен. Туристы довольны, да и регулярные пробы морской воды только радуют. Они соответствуют всем нормам. Мы были на другом побережье Черного моря. Там грязно. В Сочи это просто нечто. Море очень чистое. Камни видны. Ну то есть чисто прозрачное море. Мы в восторге. Вот мы действительно в восторге. Очень чистое море. Теплое. Прекрасно. Все. Мы ходим и наслаждаемся. Мы просто счастливы, что мы сюда попали. В Сочи лучшее море в России. Но когда все в норме и курорт процветает, не обходится, как говорится, без ложки дегтя. Участились жалобы отдыхающих на то, что в процессе подъезда к городу Сочи посредством электрички или ЖД транспорта им навязывают услуги экскурсии. И причем очень активно навязывают. Экскурсионная фирма, которая уже взята на карандаш, не только ведет навязчивый бизнес. Их автобусы останавливаются в ожидании туристов там, где захотят. Чаще всего в районе ЖД вокзала УЦУМа. Хотя по закону они должны парковаться в специально отведенном месте. К примеру, на Северном Малу. В итоге туристы вытаптывают муниципальные газоны. Более того, экскурсионные автобусы становятся в два ряда на Новогинской. Препятствуют парковке общественного транспорта. Если фирма не начнет работать как положено, заявили на планерном совещании, то придется исключить ее из туристско-экскурсионного бизнеса. А Сочи тем временем хорошеет на глазах. Все уже подготовлено для того, чтобы начать строительство еще четырех скверов в Лазаревском районе, на Мацесте, в микрорайонах Кассеем и Блинова. Напомню, в прошлом году в Сочи появились три сквера. Фестивальные в районе Фабрициуса, на Бытхе и в микрорайоне Макаренко. Сочинцы такую заботу оценили. А хорошее настроение – залог долголетия. К слову, в нашем городе за последние четыре года смертность снизилась на полтора процента. А рождаемость, напротив, увеличивается. В конце этого года в Сочи по инициативе Анатолия Пахомова планируется открытие сразу двух центров – реабилитационного для детей-инвалидов и диагностического для своевременной диагностики онкологических заболеваний у женщин. Оба центра будут работать в системе ОМС, то есть все услуги для населения в них будут бесплатными. Из основного оборудования будет диагностический маммограф, ультразвуковой аппарат, и будет вести прием врач-гинеколог и врач-маммолог. Кроме этого, с пациентками будет работать психолог. Предполагается, что в такой центр женщины пойдут гораздо с большей охотой, чем в онкологический диспансер. Активное развитие Латаревского района также в ближайших планах администрации. Сейчас там отрабатываются инвестиционные предложения по развитию территории. Мы обязаны просто-напросто по каждому маленькому поселку приморскому, будь то Дагомыс, будь то Лао, будь то Вардане, будь то, я не знаю, Головинка, мы должны иметь инвестиционные предложения, мы должны сами стратегически промыслить, что нужно для того, чтобы круглый год работала эта территория. Понятно это? И чтобы подготовить эти инвестиционные предложения, и используя инвестиционный форум, подтянуть сюда инвесторов. Это, возможно, будут инвесторы местные. Инвестиционный форум в Сочи в этом году пройдет с 14 по 15 февраля. Плотно готовиться к нему власти начнут сразу после окончания активного курортного сезона. Елена Авсельс, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.